Андрюша, ты хочешь заработать миллиард? Да! За наш общий успех. Узнал, как можно быстро разбогатеть. Если есть желающие, никого. Узнал, как можно уговорить любую, вообще любую. Если есть желающие, никого. А это мы сейчас где? А, вот один. Приворожить? Разбогатеть? Рассказываю. Случайно узнал. Подслушал бомжей. Один сказал, плюнь в богатого, тут же разбогатеешь. Сперва вот как ты подумал, глупость, суеверие. Типа, брось пить, станешь здоровым. Вечером сел ужин, и жена говорит, есть нечего. В доме только табуретка, веревка и кусок мыла. Думаю, шо, мне трудно шо ли плюнуть в богатого? Где его только найти? Они еще сейчас стали плохо одеваться. Специально, чтобы их путали с бедными. И не грабили всякие робингуды. Ума-то нету. Это в Англии грабили богатых, отдавали все бедным. У нас наоборот все. У меня недавно с одним олигархом неприятная случилась история на этой почве. Он где-то по блату достал костюм, точь-в-точь, как у меня. А я у нас в переулке бедней всех. А еще он одного роста со мной. Короче, прибеднился он, идет по улице, и тут моя жена с работы возвращается. И так получилось? Совпало просто. У них на работе у кого-то день рождения был. Они отмечали. Как он родился, так они и начали отмечать. Тот в пять утра родился. Ну, идет она и видит я со спины. Догнала я на радостях со всего размаха сумочкой. Мне по спине как даст. А забыла, что в сумочке пять бутылок пива. Слава богу, олигарх быстро пошел на поправку. Состояние стабильное. Две недели уже. Стабильно тяжелые. Извини, я отвлекся. Думаю, что мне трудно, что ли, плюнуть в богатого. Да хоть во всех. Выскочил на улицу. Куда идти? Пошел к ювелирному магазину. Внутрь не стал заходить. Хотел, не пустили. Ладно, стою возле, смотри, идет один, хорошо дед и народу как раз никого. Подходит, я плюнул ему в лицо. Он вытерся и говорит, разве мы с вами знакомы? Все, кто его знает, плюют в него. Чиновник оказался. Ну, че ты, бедный, урод какой-то. Что делать? Побежал к ресторану. Только прибежал, выходит. Пузатый. Коньяком за версту. В руке сигара кубинская. Из носа дым. Из ушей черная икра. Я подскочил, плюнул в него. Он единственное, что успел, достать кошелек и бросить в меня. Метил гадины в висок, чтобы убить на повал. Но я увернулся, поймал кошелек и побежал. В кошельке оказались доллары. Много. Если перевести на наши деньги, почти 40 тысяч евро. Я сразу в банк оттуда, сразу в полицию. Евро оказались фальшивые. То есть, примета работает. Плюнул в жулика, получив фальшивые деньги. В полиции я схитрил. Сказал, что нашел кошелек. Мне поверили и сразу отпустили. Буквально неделю побыл у них. И тут же отпустили. Пошел к себе. И я уже отчаялся было. Но месяца через два. Стою как-то утром на улице. Рано. Еще не завтракал. Третий день. Нечем. И вижу, идут прямо на меня пятеро. Все в золотых цепях. Золотых зубах. Один с золотым глазом. Редкая удача. Думаю, в кого-нибудь да попаду. Не может быть, чтобы не попал. И редчайший случай. Попал сразу во всех. Через неделю пришел в себя. И решил. Все. Еще один раз плюну в первого попавшегося. И все. И завязываюсь с богатством. И вот бог-то есть. Вышел на улицу. Навстречу идет парнишка. Три метра ростом. Морда вся заплыла. Глаз не видно. Я плюнул. Он меня зашиворот поднял. Высоко. Очень. Говорит, кремлевские врачи не все лечат. Замучился я с ячменями. А ты плюнул и все прошло. Устроил меня к себе на работу, чтобы я всегда был у него под рукой. Под глазом. Деньги платит хорошие. Понял, как и разбогатеть. Работать надо. А если хочешь уговорить свою знакомую, любую. Любую. Без исключения. Приходи на концерт. В следующий раз. Аплодисменты.